в этом смысле армении осуществляет тоже функцию мы с одной стороны их защищаем но и и себя защищаем когда имеем там базу и мы тоже не должны друг друга обманывать я вот тем же армянам сказал это не вы наши союзники это мы ваши союзники мы вас спасали и во время турецкой резни давай мы мы спасаем и сейчас по сути говоря давно что где вы были бы если бы вы между азербайджаном и турком надо быть честными но не вы наши союзники вы не пойдете воевать за крым который вы не признали вы даже его не было это карабах не признали вы на вы чего пойдете на нас завтра войной пойдут вот как говорят американцы в своей концепции. А вы что будете делать? Вы же не признали Крым. Какие вы союзники? Так что вы не кукарекайте, когда говорите, что вот, вперед, вперед. Вы думаете, что нам больше делать нечего? Бросить все наши интересы и побежать сейчас за вас воевать. В то время как вы не являетесь нашими союзниками объективно. Вы не собираетесь... Да, у нас есть база. Да, у нас есть интересы перед тем, чтобы нам Турция не дать там ходу. Но в этом смысле это двухсторонние заинтересованы. Это вы заинтересованы в большей степени, чем мы. Мы могли бы, ну, грубо говоря, по Дагестану там отгородиться от всех и все. Но вот надо им честно об этом говорить. Всем. И азербайджанцам, и туркам, и армянам. Только тогда они понимают вот этот честный язык. Как только начинаешь с ними заигрывать, начинается вот эти, ты за турков или против, ты за Азербайджан или против, ты за армян. Вот я, например, когда я это говорю, а я уже давно это говорю, я призывал всегда к трехстороннему решению этого вопроса, но меня сразу окрышивались в Армении. Как так? Вы почему не за нас? Я говорю, я за вас. Только я считаю, что ни в какой минской группе вы это не решите, вопрос контактный. Вы решите это только в региональном... И американцы не заинтересованы, и французы не заинтересованы, потому что им нужно нам навредить. Зачем вам на Южном Кавказе успокоить? Что они вас любят? Что именно... Вы для них армяне прямо вот представляете какую-то любовь. Что вы так себя переоцениваете? Я говорил это не только в прессе, я это говорил лично Алиеву. Я говорил это лично Сержу Саркисяну, когда он был премьер. И что они? И они соглашались со мной. Я говорил, понимаете, почему трое? Это важно очень для Армении и для Азербайджана. И вы уважаете, на самом деле, ваши страны уважают Путина, президента. Ну почему вам не воспользоваться этим? Ну какая Америка? Какая Франция? Это раз. Второе. Что для Армении это проблема? Какая проблема? Вот правильно в этом смысле Эрдоган сказал. Им выгодно сейчас открыть границу. Надо открывать границу. Надо воспользоваться тем, что предлагает Эрдоган. Хорошо. Коридор. Коридор этот предусмотрен трехсторонним соглашением. Он предусмотрен. Туда на вот этот анклав и дальше туда. И на Иран предусмотрен. Но при этом откроете турки границу тогда, должны сказать армяне. Откройте. Мы начнем торговать. Мы начнем... Откройте азербайджанцы границу. Дайте нам пройти туда железной дорогой до России. Вот что должно быть. Для армян сейчас важно. Ради чего? Вот они сидели в окружении, да? И на Горный Карабах не их. Они его не признавали. И из-за него все равно все напряжение 30 лет существовало, да? И Армения не могла развязаться. 100 долларов зарплата была у человека. Сейчас 140. Поэтому все вывозили своих детишек оттуда. Особенно мальчишек. Потому что не хотели, чтобы они шли воевать. Армяне. Либо в Россию, либо в Францию, либо в Америку. И при этом часть радикалов, которые всегда есть, которые говорили, нет, будем до последнего воевать. А теперь случилось это в помощи войны, к сожалению, да? Ну так дальше откройте страну и задышите. Сделайте, чтобы вам было хорошо. Ну что-то, ну коридор, дайте коридор. Вы же дали же коридор в Армению с на Горного Карабаха. Согласовали коридор? Согласовали. Работает? Работает. Русские стоят? Стоят. Ну здесь поставьте русских для безопасности. Ну откройте. Ну при этом скажите армянам, туркам, откройте коридор. И тогда экономика начнет по-другому работать. В них и все. И постепенно, постепенно, вот как я говорил вам, мы же с немцами, ну нашли жопу. Французы с немцами. Постепенно, это не сразу. Я же не идеалист. Ну найдете вы развязки. Когда-то в Баку армян-то было чуть ли не больше, чем у азербайджанцев. Ну вот будет какое-то перемешение. Да, будет недоверие, да, будет вражда, как у нас с немцами. Или как у израильтян с немцами. Ну при этом евреи-то он там уже миллион, по-моему, человек, если не больше, живет снова в Германии. Переехали обратно. Ругают, ненавидят, в том числе за геноцид. Но сами идут жить в Германии. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова